Здравствуйте! На Первом Карагандинском, как всегда в это время, новости. С вами Сергей Высокосов. Ну и сначала о главных и важных событиях сегодняшнего дня. Книга летописи «Добрый дел» с сегодняшнего дня отправится по области и вернется в Караганду 16 декабря. У кого-то весна началась с праздников, а у кого-то с поисков работы. Впрочем, есть профессии, востребованные всегда. Что это за специальности, вы узнаете в сегодняшнем выпуске. В областной юношеской библиотеке имени Жаика Бектурова прошел вечер благодарности. В Доме Дружбы состоялся форум «Биз Менглик Жасаймыс», который был посвящен году 25-летия независимости Республики Казахстан. Символом юбилея стала книга-летопись славных дел и мероприятий. Нурмухамбет Абдебеков стал первым, кто оставил в ней запись. Семья Мусареевых – ровесница независимого Казахстана. Рамазан и Толкен уже 25 лет в браке. У них трое детей – сын и две дочки. Про Мусареевых сняли фильм и рассказали о жизни карагандинской семьи. Наш брак – ровесник 25-летия независимости Казахстана. 25 лет назад мы создали семью, сейчас у меня трое детей. Старшая дочка работает от ущелья, работает в Акимате. Сын учится в магистратуре. Младшая дочка в четвертом в классе в школе. В форуме приняли участие заместители Акима области, руководители областных департаментов и управлений, представители правоохранительных органов, почетные граждане и ветераны Великой Отечественной войны. Глава региона отметил, что в течение этого года по области пройдет более 500 мероприятий под эгидой этой юбилейной даты. В ближайшее время стартует акция 25-летию независимости. 25 добрых дел, в рамках которых будут открыты более 33 социальных объектов. Введены в строй проекты на алкогольные индустриализации. Пройдут многочисленные благотворительные акции и другие значимые мероприятия. Книга, в которой поставил свою подпись Акима области, пройдет по всем городам и районам и вернется в Караганду 16 декабря. В ней будут отражены все добрые дела и достижения карагандинского региона. Желаю всем карагандинцам удачи, благополучия и новых побед на благо нашей Родины. Нурмухамбет Абдибеков также поздравил жителей области с Днем Благодарности. День Благодарности – это возможность вспомнить и сказать спасибо тем народам, которые приняли и поддержали в сложные времена депортации представителей различных этносов. Благодарить тех, кто проживает с нами по соседству, внося огромный вклад в развитие Казахстана. Указом президента Республики Казахстан 1 марта был утвержден Днем Благодарности не случайно. В этот день в 1995 году по инициативе Нурсултана Назарбаева была создана Ассамблея народа Казахстана – институт, ставший символом сплоченности и дружбы всех этносов, проживающих в нашей стране. В праздничном концерте приняли участие представители многих этнокультурных объединений. Отдельные слова благодарности звучали в адрес руководителей промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, внесших непосредственный вклад в развитие Карагандинской области. Их предприятия – ровесники нашей республики. Также на сцену были приглашены молодые люди, которые тоже являются одногодками нашей республики. В этот день по Карагандинской области прошло не одно мероприятие. И все они направлены на укрепление единства и согласия казахстанского народа и воспитание казахстанского патриотизма. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В областном Акимате прошло заседание по подготовке к весенним полевым работам. Стало известно, что в проведении их будет задействовано порядка 20 тысяч единиц сельской техники. На 1 марта текущего года обеспеченность дизельным топливом составила 25%. Все подробности в следующем сюжете. В Карагандинской области планируется увеличить площади посадки картофеля и овощей с применением капельного орошения на 300 гектарах. Общая площадь посадки составит более 1000 гектаров. Для проведения весеннего сева уже засыпано более 70 тонн семян зерновых культур и 28 тысяч тонн посадочного материала картофеля. На проведение весенних полевых и уборочных работ в виде субсидий предусмотрено по программе субсидирования и развития семеноводства 111,2 миллиона тенге на приобретение 3,3 тысяч тонн семян. Сегодня есть закон о кооперации. В его плюсы входят перевод статуса сельхозкооператива в коммерческий, что дает возможность распределения прибыли. Раньше этого не было. Сохранение принципа демократии. Один голос, один участник. Ведение принципа реализации товара по себестоимости. Распределение специального налогового режима на сельскохозяйственную технику и субсидирование до 50%. Механизм, который мы апробировали на примере зерновых, подразумевает не только сегодня уже на законе о кооперации. Можно создавать кооперативы не только на производстве зерновых, но и на другие и другие культуры. И получать те же самые кредиты на весенние полевые работы. В этом году в связи с нестабильной ситуацией в экономике, много потенциальных клиентов акционерного общества «Казарга» обратили внимание на российскую и белорусскую технику. Директор «Казарга» призвал поддерживать отечественного производителя и не затягивать с приобретением техники. На сегодняшний день у нас в работе находится уже заключено договор на технику для весенних полевых работ на 412 миллионов. Отдоблено кредитным комитетом заявок про 10 миллионов и находится на рассмотрении заявок на технику на сумму 237,5 миллионов. Порядка 20 тысяч единиц сельскохозяйственной техники будет задействована в проведении весенних полевых работ. Предусмотрены меры государственной поддержки, а именно субсидии на сумму более 1 миллиона тенге для проведения весенних полевых и уборочных работ производителями сельхозпродукции. Екатерина Афанасьева, Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Чтобы устроиться работать по специальности, следует выбирать востребованную профессию. Какой выбор не оставит подрастающее поколение без работы и о том, какие профессии в Караганде будут пользоваться спросом, в ближайшие годы расскажет Екатерина Афанасьева. Специалисты центра занятости каждый месяц проводят анализ посетителей и свободных вакансий, которые имеются на предприятиях города. Так выявляют наиболее востребованные специальности. Хотелось бы отметить, что на рынке труда на сегодняшний день востребованные специальности являются технические специальности. Так как в рамках по поручению главы государства реализуется программа Нурлежоу, реализуется программа государственная программа форсированного индустриального инновационного развития, где создаются новые рабочие места, где проводится ремонт строительства, ремонт объектов инфраструктур. Там требуются в основном технические специальности. В категорию технических специальностей входят такие профессии, как инженеры, сварщики, машинисты, строители. Также востребованными являются врачи любых категорий швея и повара. Всем этим специальностям можно обучиться как в вузах, так и в колледжах. К примеру, в Карагандинском государственном техническом университете, технологическом колледже при КарГТУ, карагандинских политехническом и транспортно-технологическом колледжах. Всего в Карагандинской области порядка около 70 колледжей – частных и государственных. Обучение по техническим специальностям бесплатное. Есть список и невостребованных специальностей в Карагандинской области. Что это за профессии, мы поинтересовались у заместителя директора Центра занятости города Караганды. В основном по городу Караганде безработные обращаются, имеют специальности, такие как финансисты, экономисты, секретари-референды, дизайнеры. Таких специальностей является по городу Караганде не востребованы на ближайшие перспективы. Людям, не имеющим специального образования в Центре занятости, предлагают пройти профессиональное обучение по специальностям штукатур, маляр-отделочник и другим рабочим специальностям. Помимо профессионального обучения предстоит реализация молодежной практики. С июня выпускники вузов и колледжей смогут пройти производственную практику как в государственных, так и в частных учреждениях. Договоры на трудоустройство 155 человек были подписаны в январе текущего года. Из них 101 безработный уже обеспечен работой. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Растут автомобильные пробки в Караганде. Как с ними бороться не знает никто, кроме водителей пассажирского автотранспорта. В Караганде рейсовый автобус объехал пробку по тротуару. Простенько, но с серьезными выводами со стороны дорожных полицейских. Об этом событии узнали уже по всему Казахстану. Водительный карагандинец запечатлел на камеру своего мобильного телефона грубое нарушение. Видно, как водитель автобуса, в надежде объехать образовавшийся затор, заезжает на часть трассы, предназначенную для пешеходов. По словам автора видео, инцентент произошел 2 марта около 8.15 утра в районе Юго-Востока. Государственный регистрационный номер он тоже запечатлел. В ДВД Караганинской области сообщили. Сотрудниками полка дорожно-патрульной полиции, местной полицейской службы ВД города Караганды водитель данного автобуса установлен. В отношении него составлен административный протокол по статье 596 часть 1 Кодекс административного правонарушения Республики Казахстан в размере 15 расчетных месячных показателей. Потомки переселенцев поблагодарили казахский народ за кровь и родину. День благодарности представители Диаспора области встретили с влюстителями порядка. Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. Участники не только спешили сказать спасибо друг другу, но и обсудили будущие совместные планы. День благодарности собрал за круглым столом представители Ассамблеи народов Казахстана и полицейских. И те, и другие подчеркнули единство побуждений, ведь цель обеих организаций – мир и спокойствие в стране. Потомки переселенцев делились рассказами родителей о тяжелых годах лишения и помощи, которую им оказал коренной народ. Давайте восклицать друг другом, восхищаться. Высокопарные слов не стоит опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, где-то все любви, счастливые моменты. Дорогие друзья, вас всех поздравляю с Днем Благодарности. И давайте на самом деле будем благодарить эту благодатную землю, казахский народ, за то, что мы здесь все живем в мире и согласии. Дружба народов и мирное сосуществование всех этносов – залог процветания и стабильности в стране, отметили блюстители порядка. По словам полицейских, межнациональная рознь несвойственна казахстанцам. Дружный коллектив, наша дружная семья в одном мире живем. Давайте. Всем большое спасибо. День Благодарности, Украинской области проводит много мероприятий по российскому воспитанию. Защитники порядка похвастались своими сотрудниками. В структуре органов внутренних дел работают люди разных национальностей. Всех их объединяет любовь к родине. В 2015 году они провели конкурс «Мисс Евразия», в котором женщины-правозащитницы представляли самые разные этносы. Подобные мероприятия проводятся постоянно. Аймамрина Арман Нартаев – первый карагандинский. В Казахстане первый день весны стал новым чудесным праздником. То и дело вокруг слышно обычное слово – спасибо. Вот и в областной юношеской библиотеке имени Жаика Бектурова прошел вечер благодарности. Все подробности празднования вы узнаете из материала о селе Сазанбаевой. 1 марта 1995 года была создана Ассамблея народа Казахстана. В 2015 году в рамках празднования 20-летия Ассамблеи глава государства предложил объявить день благодарности. Люди всех этносов могут поблагодарить друг друга за терпимость и доброжелательность. Сотрудники областной юношеской библиотеки имени Жаика Бектурова приняли эстафету «Караван на милосердие», организовав праздничную встречу с постоянными читателями. Мы непосредственно уделяем большое внимание ребятам, которые воспитываются в детских домах, которые в интернате НОДА. С НОДА у нас очень теплые, очень тесные контакты в плане реализации наших многих проектов. Вообще ребята, которые воспитываются в детских домах, столько талантливых. Вообще говорят, неталантливых детей не бывает. Поэтому здесь, наверное, подтверждение от этих слов, что действительно все ребята у нас, которые приходят к нам в библиотеки, с которыми нам приходится работать, это действительно ребята уникальны, все талантливы. На мероприятие были приглашены ученики школы с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также воспитанники детских домов. Ученики молодежного интеллектуального клуба БОТА подготовили яркую праздничную программу. Сотрудниками библиотеки был организован живой коридор. Каждый гость получал бурю оваций, море слов благодарности и искренние пожелания. На встречу побывал и ученик шестого класса Олег Лейнвебер. Школьник, несмотря на свой недуг, хочет стать инженером. Он мечтает усовершенствовать протезы для людей с ограниченными возможностями. Олег любит читать фантастику и книги по историю. С гордостью говорит о дружбе и единстве всех народов Казахстана. Такие мероприятия мне очень нравятся, поскольку они притягивают знаниями. А всегда о мире хочется узнать побольше. Ведь живем мы один раз, почему бы не попробовать? Вечер прошел на ура. Яркие концертные номера, зажигательные танцы и песни. Всех гостей ждали познавательные игры и викторины. Всем приглашенным приготовили небольшие презенты. Асир Сазанбаева, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде продолжается празднование Дня Благодарности. Малыши в детском саду Жулдыз вместе с родителями приняли участие в торжественном утреннике. На праздники побывала и наша съемочная группа. Весна только началась, а праздники уже греют души горожан. Воздух пропитан словами благодарности. В детском саду Жулдыз в честь Дня Благодарности и Международного женского праздника прошел утренник. В радостном мероприятии приняли участие не только дети, но и их родители. Ко дню праздника 8 марта, Международного женского дню, в нашем детском саду проводятся различные утренники, мероприятия. Цель таких мероприятий – это развивать взаимоотношения родителей с педагогами. В детском саду воспитание ведется только на государственном языке. Переступая порог садика, ребенок учится свободно говорить на казахском языке. Зульфия Акхямова выбрала для ребенка именно этот детский сад. По национальности – женщина-татарка, муж – казах. В их семье было решено, что сын начнет изучать язык с самого детства. С детства я его учу, вот он дома даже мне вечером приходит на казахском, мне слова, то есть вот «мама, надо так, элементарно вечером, тамак берши». То есть как бы вот дома мы, конечно, употребляем, все насчет этого нормально, все хорошо. Родители могли написать слова благодарности на специальной доске, тем самым приучая своих чад быть благодарными с малых лет. Праздником остались довольны все – и малыши, и мамы, и папы. Екатерина Афанасьева, Исламбекаспан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Столетие казахстанской актрисы Хабибы Елибековой отпраздновали в областной библиотеке имени Николая Васильевича Гоголя. Организаторы попытались рассказать и показать фрагменты из жизни мастера театрального искусства, уроженки Каркаралинского района. На встречу были приглашены деятели культуры, певцы, студенты. В завершении мероприятия гостям удалось связаться с именинницей по телемосту. Творческий путь Хабиби Елибековой начинался на земле Сарарки. Она снималась в фильмах «Бержан Сал», «Соленая река детства», «Дочь степей». Проработала много лет в Казахском государственном академическом театре драмы имени Мухтара Уизова. Также она автор ряда книг. В программе нашего мероприятия рассказ о многолетней дружбе, а также воспоминания современников о сыгранных ролях, о спектаклях, о творческом пути. Жизнь должна быть наполнена книгами, а книги должны быть наполнены жизнью. Для посетителей литературной гостиной была организована выставка книг о жизни и творчестве Хабибы Елибековой. Студенты показали постановку поклонения актрисе. На мероприятии выступили певцы. Организаторы вечера отмечают важность таких встреч. Ведь именно здесь молодежь может узнать о великих земляках. Аймамлина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Внимание, сообщение ЧАЭС. Карагандинский филиал РГП КАЗ Водхоз информирует, что 3 марта с 9 часов будет производиться сброс воды из Самаркандского водохранилища. Сброс осуществляется для понижения уровня воды и для промывки русла реки Нура. Всех жителей просим придерживаться следующих правил безопасности. Воздерживаться от посещения дачных участков, расположенных в устьях рек и вблизи плотин водохранилищ. Не переходить по трубам и другим конструкциям, проходящим над реками и каналами. Не заходить на полуострова на реках. Не проходить и не переезжать по льду через реки, каналы и другие водоемы. Запретить детям играть вблизи рек, котлованов, глубоких канав и рвов. Рыбакам воздержаться от рыбалки до полного спада воды. Ну вот и все новости на сегодня. Таким увидели день наши корреспонденты. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону, а полностью выпуск вы сможете посмотреть на сайте Первого Карагандинского. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова